Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы новости – магазин «Модная школа». Эфир телеканала РЕН. Продолжают новости Анапы. Регион в студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Главный праздник, как в Анапе, отметили День матери. Новый облик. Анапа вошла в федеральную программу реконструкции автобусных остановок. Выращена в Анапе. Сельхозпроизводители идут в наступление на турецкий импорт. И сейчас обо всем подробнее. 29 ноября мы отметим, наверное, самый главный для каждого человека праздник – День матери. Он есть в календаре всех стран. В России отмечается последнее воскресенье ноября. Накануне мам чествовали в банкетном зале «Версаль», где состоялся торжественный вечер, посвященный Дню матери. Главные герои – мамы. На праздник они были приглашены не одни, а со своими семьями. За праздничным столом – многодетные мамы, мамы, имеющие успехи в воспитании детей, и мамы, потерявшие своих сыновей в локальных войнах. Глава города Сергей Сергеев лично поздравил всех мам. Сегодняшний праздник – это как раз дань уважения тем замечательным людям, которым мы обязаны жить. Когда семья большая и дружная, как правило, дети вырастают достойными людьми, людьми, которые нужны нашему обществу и которые поддерживают те традиции, которые заложены в семье. 11 семей из всех сельских округов Анапы за столиками. Каждая присутствующая семья достойна уважения и слов признания. У каждой свои увлечения. Небольшой рассказ о каждой маме – это всего несколько строк, но о самом главном – как воспитать хорошего человека. Своим детям всегда говорю, если вы нужны людям, то все сложится. Если нет, только для себя, то не надейтесь на счастье. Счастья не будет. Благодарственные письма, цветы и подарки стали приятным дополнением к этому вечеру. Хочется, чтобы как можно больше женщин ощутили эту неподдельную радость материнства и этот божественный дар – быть мамой. Наша съемочная группа побывала в гостях у многодетной мамы, которую участвовали в этот день. Секреты крепкой и творческой семьи узнал наш корреспондент Руслан Немцов. Здравствуйте, добрый вечер. Проходите, пожалуйста. К нам в гости. Нина Юрьевна, хозяйка дома, гостеприимно приглашает нас войти и сразу усаживает за стол пить чай вместе со всем семейством. За чаепитием рассказывает, что переехали в Анапу недавно, но полюбить город уже успели. Мы каждый год ездили к морю. Мы были в Сочи, в Лазаревском, в Геленджике, в Анапе, в Новороссийске, в Топсе, да. Но почему-то вот как-то ближе к сердцу Анапы. Очень душевные, теплые люди, ну, по крайней мере, вот на нашем пути такие встречаются. Нам очень нравился этот город. Ну, как бы, семь лет мечтали и мечтали, но и вот наша мечта осуществилась, и мы здесь. Одна из дочерей Даша учится в 10-м классе и хочет стать педагогом. Шутит, мол, опыт уже большой. В своей семье она хоть и не самая старшая, но помогает маме воспитывать других сестер. Я хочу стать учителем именно начальных классов, потому что я люблю маленьких детей, люблю их учить чему-то, для себя какие-то открытия делать. А вот самая младшая из дочерей Дарина, кем хочет стать, пока еще не знает, но уже сама пишет стихи. Совсем недавно она написала новое произведение про свой, уже ставший родным ей город. Каруселей много-много прокачусь, это все моя Анапа, Ею я горжусь, ветеранам низко-низко поклонюсь. К творчеству в семье Махановых особое отношение. Почти все девочки поют и играют на фортепиано. А Лена даже закончила музыкальную школу и сейчас учится в колледже. Музыкой занимаются все вместе. Как только кто-то садится за пианино, другие девочки тут же подхватывают мелодию. На празднике к Дню Матери, куда пригласили все многочисленное семейство Махановых, Нине Юрьевне вручили благодарственное письмо за вклад в воспитание детей. Впрочем, к этому женщина относится спокойно, ведь для нее самая главная награда – ее многочисленное семейство. День Матери сегодня праздновали во всем городе. Воспитанники детского сада «Березка» станицы Гостогаевска не остались в стороне. Подготовили в этот день самый настоящий концерт. Собирательный образ мамы устами дышкалят в нашем коротком блицопросе. Моя мама хорошая и добрая. Можь праведливая. Красивая, родная, любимая, дорогая. Мама красивая. Когда я хочу книжку, чтобы она почитала, она разрешает. Она мне читает. Свыше 29 тысяч личных пособных хозяев зарегистрировано в нашем муниципальном образовании. Для властей Анапы важно поддерживать аграриев в их деятельности. В условиях импортозамещения появляются новые возможности для развития. Какие в нашем следующем материале? Начиная с 2008 года на поддержку малых форм хозяйствования Анапы было выделено 48 миллионов рублей. Больше 6 миллионов выплачено в этом году. Эти средства стали мощным толчком для развития тепличных хозяйств. За время действия программы поддержки аграрии в площадь теплиц увеличилась в 9 раз. Как получить субсидию, сегодня рассказывали специалисты администрации города. Цель основная, когда человек хочет заниматься, имеет желание заниматься сельским хозяйством, развитием, это направление прийти на такое мероприятие и получить консультации, начиная от того, как правильно оформить земельный участок, как его выделить, какие вообще есть направления поддержки сельского хозяйства, чем лучше заниматься, где приобрести поголовье, какую можно будет субсидию за это получить или грант, для того, чтобы приобрести и развить данное направление. И конечный результат – помощь в том, как реализовать ту продукцию, которую он на выходе получает. Программа импортозамещения действительно открывает для фермеров новые возможности. Главное – это рынок сбыта. Сегодня более 50% всей продукции местного производства. Но весь потенциал не раскрыт. Необходимо выходить на стопроцентный уровень обеспечения наших предприятий, социальных учреждений, рынков и магазинов натуральной кубанской продукции. Ставка делается для создания максимально комфортных условий для занятий сельским хозяйством и переработкой. Работают две программы крупные. Программа работает с 2019 года. Деньги на них предусмотрены в бюджете и федеральным, и краевым. Будут предусматриваться еще наперед, до 2020 года. Так что у каждого есть деревня возможность поучаствовать. Сегодня селяне могли получить консультацию востребованных специалистов. Подробнее о формах поддержки аграрии и условиях получения субсидии вам могут рассказать в Управлении сельского хозяйства по адресу Крымская, 99, кабинет 301. И в продолжение темы. Одно из самых перспективных направлений ВПК Анапы – выращивание овощей в закрытом грунте. В пользу этого говорят благоприятные природные факторы – солнце и тепло и поддержка государства. В Юровском сельском округе это поняли одними из первых. Тепличное хозяйство создали летом этого года. Уже сегодня здесь семь теплиц, которых выращивают помидоры. Подумали о том, что в нынешней ситуации, когда идет импортозамещение, овощная продукция, будем говорить, совершенно будет не лишним элементом. И я думаю, что иметь будет сбыт. Вообще планируется даже расширение всего этого дела. Мы планировали, если получится получить финансирование дополнительное, мы планировали здесь еще в тепличном хозяйстве выращивать клубнику, малину, ежевику. По программе субсидирования строительства теплиц можно получить хорошую помощь – возместить от 25 до 100% собственных затрат. Иоанновские аграрии пользуются такой возможностью. За последние пять лет производство овощей на курорте увеличилось с 8,5 тысяч до 15 тысяч тонн. У сельхозпроизводителя сегодня есть все шансы увеличить эти цифры в разы. Ограничения на ввоз продукции из Турции открывают для аграриев новые рынки с бытом. По данным Минэкономразвития, России только импорт томатов превышал 360 тысяч тонн, что в денежном эквиваленте за 9 месяцев составило почти 300 миллионов долларов. Помимо этого в России завозили абрикосы, вишню, персики, сливы, виноград и многое другое. Цифры импорта астрономические – почти 3 миллиарда долларов. Продолжаем выпуск. В преддверии курортного сезона глава Анапы поручил разработать проект для проведения реконструкции автобусных павильонов муниципального образования. В настоящее время несколько уже полностью отремонтировано. Новые остановки были спроектированы и установлены в рамках федеральной программы по реконструкции дороги Новороссийск-Керченский пролив. На сегодняшний день город-курорт Анапа пополнился пятью новыми автобусными площадками. На стадии завершения еще несколько объектов. Две остановки на хуторе Уташ. Одна остановка в поселке Воскресенском. Одна остановка в хуторе Усатого Балка. Одна остановка в районе поворота к аэропорту и в районе Красного Кургана. Также на краевой автомобильной дороге Крым-Жигинка был заменен павильон по оригинальной программе. И срочное сообщение Управления гражданской обороны защиты населения администрации города предупреждает, будьте внимательны, соблюдайте меры пожарной безопасности. Строжайше запрещено выжигать траву и жечь костры в лесных массивах. И к другим темам. Сегодня в Анапе прошли краевые соревнования под зюдо. Из десяти разыгрываемых золотых медалей четыре остались в нашем городе. Поприветствовать и пожелать успехов юным спортсменам пришел основатель Анапской школы дзюдо и самбо Кирилла Слониди. В нашем городе этими видами борьбы начали активно заниматься с 1968 года. За это время выросло целое поколение чемпионов. Изменилось много, появились спортивные залы. Ивана Глупца сейчас на ремонте. Достойно, что имеется такой спортивный зал. В зал, где четвертая школа, там пятая школа, там спортивный зал. В районах появились спортивные залы, тренера, филиалы. Конечно, очень многое изменилось. И сегодня одно удовольствие работать тренером. И в том, что имеется, пожалуйста, держат у нас татами. О таком в свое время я бы мечтал. 200 юных спортсменов из разных городов края вышли сегодня на ковер, чтобы определить победителей в 10-ти висовых категориях. Настя Степанюк в свои 10 лет уже стала в прошлом году чемпионкой краевых соревнований. На этом останавливаться не собирается. Я бы хотела попасть в дальнейшем на Олимпийский. Нашей команде досталось сразу 4 первых места. Обладатели золотых медалей теперь будут участвовать в следующем этапе, который пройдет в Краснодаре. Там определят те, кто будет представлять наш край уже на всероссийских соревнованиях. Сразу в трех населенных пунктах Субсехского сельского округа в субботу пройдет День здоровья. В амбулатории номер 7 села Субсех 28 ноября проведут прием терапевт, кардиолог, офтальмолог, педиатр. Все желающие смогут измерить рост, вес, артериальное давление. Врачи также проведут исследование ЭКГ и триплексное сканирование сонных артерий. В этот же день в амбулатории номер 3 села Варваровка будут принимать терапевт, невролог и эндокринолог. Пациентам измерят рост, вес, артериальное давление, снимут ЭКГ. В амбулатории номер 3 села СОКО будут вести прием терапевта, кушер-гинеколог. Пройдут измерения роста, веса, артериального давления, экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы крови, экспресс-оценка состояния сердца на кардиовизоре, смокелайзер, спирометрия, пульсоксиметрия. Все приемы будут проходить с 9 до 14 часов. При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис. И в завершении выпуска прогноз погоды. В субботу 28 ноября в Анапе облачно. Температура воздуха днем плюс 9-15, ночью до 10 градусов тепла. Ветер восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров в ртутного столба. Температура морской воды 12 градусов. В воскресенье 29 ноября в Анапе пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 11-12, ночью до 10 градусов. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров в ртутного столба. Температура морской воды 12 градусов тепла. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступная и качественная одежда для детей и взрослых модная школа. Новое поступление сезонной одежды. Самое время готовиться к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы, здесь представлена коллекция верхней одежды. Куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц, рубашек и жилетов для выпускников. Нарядная одежда для дошколят. Новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа, улица Новороссийской, 281. Жилой комплекс «Крымский вал».